1 сентября в Краснообске открывается спортивный многопрофильный комплекс Армада Клуб 2 бассейна, скалодромы, тренажерные и танцевальные залы, спортивный боулинг, батуты, зона спаи и залы для борьбы и бокса, которые позволят проводить соревнования федерального уровня. На открытие комплекса приглашен президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков. В связи с этим мы пригласили в студию главу рабочего поселка Краснообска Саблина Юрия Владимировича. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Да, действительно, рабочий поселок Краснообск открывает замечательный спортивный комплекс. Надо сказать, что надобность в спортивных сооружениях уже назрела давно, и слава Богу, что нам удается построить такой значимый социально-спортивный объект. Может быть, что-то об истории этого грандиозного проекта расскажете? История есть. История, может быть, простая, тем не менее, не очень. Но, тем не менее, определенное время, примерно полтора года назад, мы познакомились с замечательными людьми, бизнесменами города Новосибирска, которые проживают в рабочем поселке Краснообска. Это Кива Ирина Владимировна, Кива Павел Николаевич. Они пришли с предложением сделать какое-то хорошее дело, построить какой-то социальный объект. Мы вместе думали, какой лучше социальный объект, и решили, что все-таки, поскольку спорт – это очень актуальная тема в рабочем поселке Краснообск, очень много занимающихся спортом, то лучше построить этот объект. Начинали мы обсуждение с универсального спортивного зала, в результате доросли до объекта многофункционального объемом примерно около 15 тысяч квадратных метров. Туда мы постарались включить по заявкам наших спортсменов все значимые виды спорта, в том числе и скалодром, и батутный центр, и бассейн. Ну, в общем, список видов спорта там достаточно большой. Ну и вот практически с момента решения, принятия решения о строительстве до ввода в эксплуатацию прошло порядка полутора лет. И, слава Богу, что вот на сегодняшний день этот объект уже будет введен в эксплуатацию, и наши жители Краснообска, и не только, и города Новосибирска, и Новосибирской области будут иметь возможность заниматься спортом в комфортных, хороших условиях. Здорово. 1 сентября открытие. Да, 1 сентября открытие. Кстати, приглашаю всех жителей рабочего поселка и прилегающих территорий города Новосибирска. В 18 часов будет открытие этого комплекса. Всех принять участие в этом торжественном открытии. Это отдельное здание построили или где-то расположился он в существующем здании? Нет, это полностью построенное здание, построено с нуля. В общем-то, у нас по нашему генеральному плану были земельные участки, запланированное построительство спортивных объектов. Именно на одном из этих участков этот комплекс и построен. Хорошо. 1 сентября еще и день молодежи, мы знаем, да, и день школьников, студентов. Начинается учебный год. Краснообск один из самых молодых поселков области. И вот интересно, как она там живет, молодежь в Краснообске, молодежная политика, как развивается? Ну, в общем, Краснообск действительно, он и планировался еще в советские времена, как поселок для молодежи, больше для науки. Но в данный момент он таким остается. У нас очень много молодежи. Вот пример приведу. В прошлом году у нас, естественно, рождаемость было около 500 человек. Молодежь, политику мы в основном стараемся осуществлять через молодежный парламент, который у нас функционирует уже много лет. Они выполняют функции и организационные, проводят различные мероприятия. У нас в течение года много мероприятий таких проходит, связанных с молодежью. Ну, например, мисс-выпускницы – это такой своего рода бренд, который, может быть, даже где-то больше нигде и не проходит. Но, тем не менее, ежегодно мы приглашаем молодых выпускниц на конкурс красоты. Они показывают там свои таланты, они показывают свои умения, они показывают свои какие-то творческие данные. Все это очень зрелищно, очень красиво. Приглашаем в жюри с города Новосибирска, с разных агентств, в том числе и модельных. И, в общем-то, все это проходит очень-очень хорошо, на высоком уровне и пользуется большой популярностью. Ну, кроме этого, они участвуют и в других мероприятиях, и организуют и Декаду защиты детей, и День молодежи, и другие мероприятия, связанные с праздниками День Победы, и День памяти, и Свеча памяти. В общем, очень много мероприятий, и мы очень довольны, что у нас есть такой орган, который объединяет в себе и школьников, и студентов, и работающих молодежь. Всячески стараемся им помогать в этом. Еще брендом Красновска являются Институты Сибирского отделения аграрной науки. А что еще, по-вашему, тоже является, скажем, такой фишкой современного Красновска? Прежде всего, конечно, это научный городок. Мы гордимся нашими учеными, мы гордимся нашей аграрной наукой. И очень ждем и надеемся, что в результате развития проекта «Наукоград» наукополис 2.0, значит, нашей науке аграрной будет дан новый толчок в развитии. Но, тем не менее, у нас есть свои такие еще бренды, как «Чистая экология». И сейчас мы развиваем активно еще третье направление – это спортивное. У нас вот помимо «Армады» еще в будущем году планируется сдача физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Начинается строительство центра также с привлечением частных инвестиций теннисного центра. Там будут большой теннис, бомбинтон, скворш, настольный теннис. И мы планируем именно вот все это в совокупе с «Чистой экологией», с хорошими условиями для занятия спорта создавать такой бренд спортивной направленности. У нас еще есть... Напомню, что у нас в гостях в студии «Радио 54» глава рабочего поселка Краснообска Юрий Владимирович Саблин. Еще раз доброе утро. Доброе утро. И вот такой вопрос у нас следующий. Как по-вашему в поселке Краснообске есть какой-то особый человеческий краснообский местный климат? Кто он, краснообец? Есть климат, есть традиции в Краснообске, есть, скажем, такой особый микроклимат, который может быть связан где-то даже пожилое население. Это больше такая ностальгия по советским временам. Но самое главное, абсолютное большинство краснообцев – это люди образованные, это люди умные, это люди, которые ценят комфорт, которые ценят красоту и порядок. Поэтому мы стараемся поддерживать в поселке вот этот микроклимат, связанный с благоустройством. Самая главная задача администрации – это создавать комфортные условия проживания для населения. И именно этим мы занимаемся. Мы стараемся и сохраняем экологию поселка, чтобы это все было чисто. Мы ежегодно благоустраиваем и дворовые территории, ремонтируем дороги, восстанавливаем освещение. А все это в целом именно как раз вот для наших жителей, для того, чтобы им было комфортно и хорошо проживать в поселке Краснообск. Я вдруг задумался, что ведь у меня три друга живут в Краснообске. Двое переехали недавно туда. Молодые и молодые семьи. А традиционно в поселке проходит большая ярмарка «Краснообская осень». Будет ли она в этом году? Да, ярмарка уже в этом году будет. Она будет уже седьмая. Будет проходить 15 сентября. Кстати, вот история тоже этой ярмарки, она как бы показательна. Обратились к нам в Новосибирский район с просьбой провести такую ярмарку. Мы, конечно, с радостью согласились и даже не сомневались в том, что она будет популярна. Мы ежегодно ее проводим. Очень много желающих приобрести товары сельхозпродукции. Сказать откровенно, и сразу же практически стали приезжать и многие горожане из города Новосибирска. И наша ярмарка, она каждый год увеличивается по количеству предприятий, которые приезжают, привозят свои товары по посещениям. Это не просто ярмарка такая торговая. Это, скажем, еще и культурно-торговые мероприятия. Там проходят интересные концертные программы, люди общаются. И, в общем-то, она пользуется очень большой популярностью и среди жителей города Новосибирска. Такой вопрос серьезный. Следующий. Самые такие горячие планы в ближайшем будущем по развитию территории Краснообска? И учитывая, что через год ведь 50 лет будет. Да. Ну, вот у нас самая главная направленность это на последние несколько лет. Это все-таки социальная сфера. Мы считаем, что необходимо подтягивать это направление. Жилищное строительство ведется у нас достаточно интенсивно. Но социальная сфера немножко отстает. Поэтому по планам нашим на будущее. Вот мы сейчас начали строительство детского сада на 280 мест, который будет запущен в следующем году. На будущий год мы стоим уже в плане по федеральной программе строительства школ. Это новая школа на 1100 мест. Сейчас, вот мы уже говорили, сдается большой спортивный объект. На будущий год у нас запланирована сдача еще двух больших спортивных объектов. И мы хотим построить еще один стадион, открытый, плоскостное сооружение возле 12-го лицея. И, в общем-то, скажем, это даст уже определенные такой... Будут серьезные подвижки именно в социальной сфере. Ну, и для наших жителей будет попроще. Не будет очередности проблем ни с детскими садами, ни со школами. И будут все условия для занятия дополнительными, в том числе и спортом. Юбилей будете отмечать в следующем году? Я думаю, что будем, конечно, поскольку круглая дата, 50 лет. И совместно с нашей сельскохозяйственной академией, федеральным центром подготовимся. Будем проводить данные мероприятия. Ну, и будем приглашать много гостей. Вот ведущие тоже хорошие есть, если что. Спасибо, Юрий Владимирович. Это еще не все. Как и всех наших гостей, мы просим вас рассказать нам какой-нибудь забавный случай, историю из жизни. Есть такие истории, их очень много. Но вот я расскажу, наверное, одно. В Краснообске проводятся экологические фестивали. И вот на одном из таких фестивалей, он назывался Чистофест, это фестиваль, предназначенный для того, чтобы мы убираем от мусора определенную территорию. И после этого проходят концертные программы, приглашаются группы, выдаются призы, питание и так далее. И вот в процессе работы мы обратили внимание на группу молодых людей, которые шли босиком, пришли, спросили, можно вам помочь. Да, мы сказали, пожалуйста, а вы кто и откуда. Вот мы, значит, люди, которые занимаются экологией, сами мы жители Москвы, и мы вот решили босиком пройти из города Москвы до Владивостока. Посмотрели объявления в интернете о том, что проходит вот такой экологический фестиваль, решили зайти к вам и помочь. Конечно, мы поблагодарили их за помощь, накормили, предоставили всю культурную программу, поблагодарили. Но вот такой случай вот у нас был. Ничего себе, босиком, в Москву до Владивостока. Ну, и тут услышали, зашли заодно к вам в гости. Здорово, спасибо. Они поучаствовали? Естественно, да, они с самого начала до самого конца и, в общем-то, большой объем работы выполнили. Здорово. Глава рабочего поселка Краснолупска Юрий Владимирович Сабин был у нас в гостях. Ну, может быть, какие-то приветы, пожелания? Ну, дорогие радиослушатели, конечно, хочется пожелать, чтобы у всех было крепкое здоровье, чтобы кругом была чистая экология, чтобы как можно меньше было каких-то проблем житейских и на работе. Ну, я желаю всем радиослушателям Новосибирской области, но особо хочу поблагодарить жителей рабочего поселка Краснолупска за то, что они неравнодушные, за то, что они душой и сердцем болеют за свой родной поселок. Пожелать им здоровья, пожелать им успехов, пожелать им всего-всего самого хорошего, уважения, любви и почета. Мы присоединяемся. Эвелина Ларина. Александр Часовитин. Всем добра и позитива. Я прощаюсь до завтра. Эвелина продолжает работу в опере.